Всем привет! Сегодня у нас на обзоре электрический чайник от бренда Comfy. Моделька чайника называется CFKT7072. Это достаточно популярная модель на сайте AliExpress. С этого же сайта я этот чайник и заказал. Для тех, кто также захочет его приобрести, ссылку для вас я оставил в описании под этим видео. И также перед тем, как мы начнем наш обзор, хотелось бы вам сообщить, то, что на моем канале много разных обзоров на разную технику для дома, например, на роботы-пылесосы. И вот также я сейчас подготовил обзор на посудомойку, скоро уже выложу. Поэтому, кому интересна такая тематика, подписывайтесь на мой канал, поддержите обзор лайком, пишите комментарии, буду очень вам рад. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь указано на коробке. Двойные стенки держат тепло внутри, всегда прохладно снаружи. Автоотключение, чайник выключается сам, как только вскипит вода. Крышка с кнопкой, быстрый нагрев, один год гарантии. И вот мы видим то, что изготовитель Китай, то есть чайник произведен в Китае. Давайте его распакуем и посмотрим, что там внутри. Купил, ребята, я этот чайник на замену старому чайнику. Старый чайник у меня сломался уже две недели. Кипячу воду в кастрюле, уже не терпится попить чай из нового чайника. Доставили мне его, кстати, примерно дня за три. Вот прямо буквально на днях я его заказал, уже мне вот курьер его привез. Итак, сам чайник. Дальше у нас идёт гарантийный талон. Руководство по эксплуатации на русском языке. И также вот такая вот подставка, от которой идёт нагрев чайника. Здесь у нас стандартная евровилка. И вот этот вот провод внизу подставки, если что, можно вот так вот заматывать. Сам, ребята, чайник белого цвета. А вот эта вот его часть, крышка, ручка. Также вот эта вот подставка, они коричневые. Мне кажется, достаточно интересный дизайн. Белый с коричневым неплохо сочетается. Итак, чайник у нас имеет две составляющих. Он пластиковый снаружи и нержавеющая сталь внутри. Как написано на сайте, эта технология называется CoolTouch. Эта технология предохраняет от неприятных ощущений ваши руки при случайном прикосновении к чайнику. И также благодаря тому, что у чайника двойные стенки, это также позволяет на 50% увеличивать время сохранения тепла и уменьшает время закипания, экономя при этом электроэнергию. Пищевая сталь здесь под номером 304. Вот мы видим здесь маркировку. То есть из данной стали состоит внутренняя колба, крышка и также носик чайника. Номинальная мощность чайника 1800 Вт. Благодаря этому происходит быстрое закипание. А благодаря тому, что колба бесшовная, вы будете защищены от каких-либо протечек чайника. Легко и просто в эту колбу пролазит рука. Если вам нужно будет почистить чайник от накипи, вы легко это сможете сделать. Итак, здесь вот у нас механическая кнопка. Нажимаем на неё. Вот так вот у нас открывается крышка. Угол открытия крышки более 75 градусов, поэтому вы легко сможете сюда залить воды. Также давайте вот закроем крышку. Здесь вот у нас такая вторая маленькая крышечка у носика чайника. Эта крышечка будет поддерживать воду свежей, чистой и безопасной. Ну то есть сюда как минимум не будет попадать разная пыль и так далее. Мы сейчас ещё дальше проверим, удобно ли наливать воду с таким вот носиком. Здесь вот у нас находится такой переключатель. Мы переводим его вниз и чайник у нас должен будет включиться, когда мы его подключим к сети. Давайте я покажу вам низ чайника. Так вот он выглядит. Вот технические параметры, которые указаны внизу. Также давайте назову вам параметры чайника, которые я ещё не назвал. Максимальный объём воды, который можно кипятить в этом чайнике полтора литра. Скорость нагрева воды от 4 до 6 минут. Высота этого чайника 251 миллиметр. Его ширина от носика до ручки 223 миллиметра. Ширина снизу 162 миллиметра. Вес чайника 1 килограмм 100 грамм. В этом чайнике также предусмотрена защита от перегрева, защита от включения без воды. Итак, сейчас будем тестировать чайник. Шестой пункт, здесь один из самых важных. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри и вылейте воду. Так что он ещё не сказал. Длина провода, если вот замерять вот отсюда до конца вилки 76 сантиметров. Итак, подключил я к чайнику сети. Залит ровно полтора литра. Закрываем крышку. Дальше, смотрите, я хочу засечь время. За сколько эти полтора литра у нас нагреются. Нажимаю на старт. И также нажимаем вот на этот вот переключатель. Итак, время у нас пошло. Вот вы можете видеть также этот переключатель горит оранжевым цветом. Не забудьте, я вам ещё говорил то, что мы носик будем тестировать. Удобно ли вообще из этого чайника наливать воду. Ну и вот сейчас вы можете слышать, как шумит чайник. Вот петличку поближе поднесу. Такой стандартный шум. Но мне кажется, мой старый чайник, он больше шумел. То есть он громче. Итак, закипание чайника сейчас подходит к концу. Шум от чайника, естественно, уменьшился. Ну вот и смотрите, здесь вот у нас такой пар пошёл. Не знаю, видно ли на видео. Вот и сам чайник отключился. Итак, время закипания вы можете видеть. 5 минут 20 секунд. Итак, давайте зальём горячий шоколад. Так вот всё это заливается. Итак, заливается всё, ребята, достаточно удобно. Мне понравилось. Чайник мне тоже понравился. Покупка, я доволен. Для тех, кто также захочет его приобрести, ссылку я для вас оставил в описании под видео. Не забудьте поддержать это видео лайком. Я старался для вас. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои обзоры. А на этом у меня всё. Желаю вам всего наилучшего. Пока-пока.